Считанные дни до инаугурации россияне уронили нечаянно, как всегда, авиабомбу на Белгород. Но как-то реакции опять никакой, опять с пачками шлют на мясные штурмы. Что сейчас происходит там? Ведь на самом деле царям негоже реагировать на то, как его холопы гибнут. Скажем так, это называется нештатный сход боеприпаса. Это уже стало рутиной на территории Российской Федерации. Периодически там падают собственные крылатые ракеты, авиабомбы разных калибров падают. Белгородская, Курская, даже в Воронеже недавно падали. Не знаю, как там реагируют, но нам приходят письма, как в прошлом году, в начале мая, приходили письма с просьбой демилитаризировать приграничную область. Жители устали от войны. Так эти письма сейчас к нам продолжают и приходить. Более того, люди говорят так, ребятки работайте, а мы потерпим. Мы посидим в подвалах, если надо, вы работайте. Мы ждем освобождения. Лешенька, тебе слово. Ну, со своей стороны, вы будете прилагать усилия для того, чтобы этот срок Путина стал последним? Вы же не остановитесь на полу достигнутом, скажем так. Этот срок будет последним. И не только для Путина. Я очень бы хотел это подчеркнуть. Не только для Путина, а для всей его системы. Потому что, если условно завтра у него оторвется тромб, его сменит Патрушев или Горников, или еще кто-то из его комарили, если поменяются какие-то местами башни Кремля, система не поменяется, политика не поменяется. И все то, что сейчас происходит, будет продолжаться. Поэтому наша финальная цель – это полный снос кремлевского режима, диктатура его. Полная зачистка и взращивание расход демократии на территории нашей Родины. The Independent издание заявило о том, что Россия не использует Керченский мост для военных потребностей после украинских ударов. Так ли это? Известно ли вам что-то об этом? Вы знаете, меня очень часто печалит, когда достаточно крупные и солидные зарубежные издания пытаются индулгировать Путина. На самом деле за этим сквозит страх изменений определенных, очень серьезных изменений, которые будут в России. Про Путина можно сказать так, как когда-то один из американских президентов сказал про диктатора Самосов. Он сулит, но он наш. Так вот для Запада Путин сулит, конечно, извините за выражение, но он понятный. Вот понятно, как он будет действовать, понятно, что будет происходить с его системой. И, возможно, кто-то считает, что с ним возможно договориться. И, возможно, кто-то считает, что можно будет, как в 1938 году, скормить Гитлеру судеты, да, скормить Гитлеру Чехословакию, и Гитлер якобы успокоился бы. Нет. Путин из тех, кто понимает только силу. И любое замирение, оно будет ему на пользу. Он использует его для наращивания силы, для подготовки к новой войне. Сейчас идет та война, которую надо обязательно довести до завершения. И логическое завершение этой войны может быть только на территории нашей Родины. В Москве, ну или дальше, если они будут куда-то там, как в фильме «12 стульев», отходить в горы с парабеллами в руках. Мы их настигнем везде. И потом, даже как мута, если из этой комариды удастся разбежаться по всему миру, мы их будем ловить и привлекать к ответственности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok